Вместо уменьшения объема бедер, многие современные женщины делают упражнения, способствующие формированию упругих и потянутых ягодиц. Более того, даже несколько обделенные природой женщины стараются сделать свои округлости более выразительными с помощью многочисленных комбинаций и специальных упражнений. Чтобы быть здоровым и потянутым, нужно выработать 10 привычек для долгой и здоровой жизни. А если помимо ягодиц вас не устраивает лишний вес, ознакомьтесь с 10 правилами, которые помогут похудеть без диет. В формировании потянутых и привлекательных ягодиц решающую роль играют 3 группы мышц. Большая и средняя ягодичные мышцы, а также мышцы задней стороны бедра. Правильное и систематическое выполнение описанных упражнений даст эффективную нагрузку именно на эти мышцы и результат не заставит себя долго ждать. Итак, рассмотрим 10 упражнений для вышеуказанных мышечных групп, которые сделают неотразимую нижнюю часть идеального тела. Или же попросту, как накачать попу. Номер 10. Ягодичный море. Это упражнение точечно нацелено на ваши ягодицы, а использование гантелей поможет регулировать нагрузку. Для выполнения упражнения лягте на пол, согните ноги в коленях, прижимая обе стопы к полу и поднимите таз над землей, обязательно сохраняя выпрямленную спину. Именно прямая спина, соединяющая ноги и лежащие на полу плечи, дала название упражнений. При поднявшись над полом, замрите на несколько секунд перед следующим повторением. При правильном выполнении упражнения, вы поднимаете бедра и таз ягодичными мышцами, нагрузка на которые почувствуется буквально через несколько секунд. Если упражнение покажется слишком легким, увеличьте нагрузку, положив на бедра гантелей и удерживая их руками. Упражнение номер 9. Брыкание ослика. И пусть, брыкаясь как ослик, вы почувствуете себя немного глупо, поверьте, оно того стоит. Для выполнения этого упражнения, станьте на четвереньки, расположив прямые руки и бедра перпендикулярно полу. Затем, неспешным контролируемым движением, отводите одну ногу, помогая мышцами пресса удерживать равновесие. При этом, именно контролируемый отвод ноги назад, а не беспорядочное болтание ею, даст необходимую нагрузку на мышцы. Не забывайте также менять ногу после нескольких подходов, обеспечивая нагрузкой вторую ягодицу. Упражнение номер 8. Румынская тяга. Любой, кто занялся внешним видом своих ягодиц и бедер, рано или поздно сталкивается с тягой, одним из наиболее почитаемых упражнений всей индустрии фитнеса. Румынская тяга немного сложнее обычной, но безусловно дает прекрасные результаты. Встаньте ровно, ноги на ширине плеч и слегка согнуты в коленях. В руки возьмите штангу или гантели. Затем, обязательно сохраняя выпрямленными спину и руки, опускайте и поднимайте штангу. Многие считают, что тяга дает основную нагрузку на руки, но поверьте, если спина и руки будут выпрямленными, напряжение бедр и ягодиц вы почувствуете, подняв тяжесть всего несколько раз. Упражнение номер 7. Приседание сумо. Иногда даже незначительная корректировка техники выполнения упражнения позволяет нагружать совсем иную группу мышц. Приседание сумо как раз является такой разновидностью приседаний. Отличие этого приседания от обычного заключается в расположении ступней ног на ширине, значительно превышающей ширину плеч и разворачивании их наружу. Выполняя такое приседание, вы сгибаете колени не вперед, а в стороны, как будто садитесь на стул и встаете с него. Любые приседания нагружают мышцы, бедра и ягодицы, но приседание сумо акцентирует нагрузку именно на ягодицах и внутренней стороне бедра. Упражнение номер 6. Степ-ап. Многие выполняют степ-ап в условиях тренажерного зала, используя блоки для аэробики. Но даже если у вас и нет такой возможности, это полезное упражнение остается одним из самых простых. Вы можете использовать для его выполнения ступеньки, скамейку и вообще все что угодно, имеющую разницу высоты. Вы просто становитесь перед ступенькой или скамейкой и ставите одну ногу на нее. Затем поднимаете все тело силами мышц этой ноги до ее полного выравнивания. Аналогично опускаетесь назад на пол. И начинаете сначала, периодически меняя ноги местами. Данное упражнение – одно из самых легких. Если вы в состоянии ходить по ступенькам, то его выполните без проблем. Упражнение номер 5. Обратные выпады. Каждый должен сам выбирать для себя наиболее подходящие и эффективные упражнения. Обратные выпады, например, являются неплохой альтернативой к классическим выпадам для людей с проблемными коленями, так как оказывают на них значительно меньшую нагрузку. Для выполнения упражнения встаньте прямо, ноги на ширине плеч, носками вперед. Затем делаете большой шаг назад левой ногой и сгибаете обе ноги в коленях, пока правое бедро и левая лодыжка не станут параллельными полу. Усилиями обеих ног возвращаетесь в начальную позицию. Повторив выпад несколько раз, меняете ноги и работаете дальше. Упражнение номер 4. Приседания с подпрыгиванием Это эффективное упражнение сочетает в себе нагрузку передних и задних бедренных мышц, а также ягодичных мышц и кардионагрузку. Для его выполнения встаньте прямо, ноги на ширине плеч, подбородок приподнят. Делаете обычное приседание, сгибаясь, пока бедра не станут параллельными полу, а затем переносите вес на пятки и за всех сил отталкиваетесь обеими ногами, выпрыгивая как можно выше воздух. После приземления сразу же приседаете и начинайте сначала. Упражнение номер 3. Выпад с шагом Подобно обратному выпаду, выпад с шагом является вариантом классического упражнения. Для его выполнения встаньте прямо, ноги вместе, но никак не на ширине плеч. Делайте большой шаг вперед и приседайте, при этом колено передней ноги должно оставаться над ступней, а колено задней ноги опускается к земле, не касаясь его. А затем возвращаетесь в начальную позицию и делайте шаг другой ногой, повторяя движение, сколько понадобится. Для задействования в упражнении верхней части тела и усиления нагрузки можно взять в обе руки гантели, держа руки прямо или сгибая их в локтях, обеспечивая комплексную тонизирующую нагрузку на тело. Упражнение номер 2. Упражнение с мячом для фитнеса Для этого упражнения неплохо иметь мяч для фитнеса, но если у вас его нет, то смекалка, как всегда, придет на выручку. Если вы уже делали ягодичный мостик, то освоите новое упражнение в считанные секунды. Для его выполнения лягте на пол и положите ступни на мяч для фитнеса или любую возвышенность типа края кровати. После чего поднимите бедра вверх до выравнивания всего тела, как в ягодичном мостике, и отпустите их назад. При желании упражнение можно усложнить, катая мяч понемногу вперед-назад при поднятых бедрах. Для этого, однако, понадобится настоящий мяч для фитнеса, если, конечно, ваши ягодицы еще не так сильны, чтобы двигать матрас на кровати. Ну и упражнение номер 1. Это приседания. Для выполнения классических приседаний вы становитесь прямо, ноги на ширине плеч, носками вперед, и опускаетесь вниз, как будто присаживаетесь на стул. Колени должны оставаться над ступнями, а бедра быть параллельны полу, после чего вы поднимаетесь назад, и все, приседания выполнены. Это классическое упражнение можно разнообразить, ставя ноги уже или шире, используя только свой вес, или приседать со штангой на специальном стенде. Вариантов бесконечно множество. Просто включите приседания в комплекс своих регулярных упражнений и считайте, что вы уже прошли добрую часть пути к подтянутым сексуальным ягодицам. Будьте здоровы и подписывайтесь на канал. Бай-бай! 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 Бай-бай!